когда ты имеешь какую-то инсайдерскую информацию пользоваться этим и делать ставки на спорт и они очень эгоистичны врать не буду бывают такие моменты спасибо арина тебе большое всем привет ребята хочу вам представить моего сегодняшнего гостя это тренер по теннису человек собственно благодаря которым нам с вами удается смотреть на новых звезд тенниса павел коренец привет спасибо тебе за приглашение спасибо что приехал ну и хотелось бы узнать сначала подробно о твоей деятельности а именно о того как вот происходит подготовка в частности вот например недавно был кубок федерации и вот эти вот три дня вот можешь сказать подробно про процесс тренировки подготовки вот сколько часов длится и вот вообще какие там в общем процессы происходят непосредственно уже когда мы приезжаем когда играете туда где играют я понял то есть смотри как правило сторона принимающая организация дает нам время для каждой команды одинаковое для тренировок то есть это время уже наша команда разделяет так как нам это нужно например больше отводится времени для игроков которые будут играть одиночку вот в конце дня мы можем поиграть пару попробовать разные комбинации чтобы понять что нам данный момент лучше кто лучше готов с кем лучше получается играть кому и так далее то есть мы нам дают общий кусок времени мы его уже распределяем сами как нам удобно столько часов получается вот на где они ходят на подготовку в общем в общем я так понимаю где-то в районе пяти то есть где-то в районе трех часов отдается утром в два часа вечером то есть нового соответственно на каждого игрока некоторые тренируются только один раз в день то есть там уже все индивидуально это включая и физподготовка это только теннис это корт это корт да то есть а если выбирать все полностью за всех не скажу индивидуально все там в районе еще часик уфп наверное но тоже характер нагрузки тоже зависит ближе к матчам конечно более легкое что касаемо тенниса скорее все ближе к матчу где-то маленькие более тренировки больше игры на счет то есть все подводится ты получается бывает что ты играешь в качестве спарлинг партнера вот с девушками да вот интересно послушать про игру с Ариной Соболенко вот чувствуете ли ее мощь вот как тебе в одном мужчине ну смотри с Ариной я работал в года два назад мы с ним работали после этого я уже ушел в помощники тренера в тренера дальше на данный момент с ней Антон Дубров работает полноценно то есть на этом кубке федерации я с ней не играл но впечатление конечно я помню абсолютно точно то есть это нельзя сравнить с игрой просто с какой-то девочкой она конечно отличается то есть ты постоянно чувствуешь натиск то есть приходится больше напрягаться ну конечно но все на самом деле индивидуально я не могу сказать что Саша Соснович или с Верой Лобковой или с кем-то еще мне не приходится напрягаться просто характер игры конечно же он отличается в более такую активную сторону смотри вот еще был такой интересный эпизод в парламатче когда из-за раннего выкрика сняли очко у нас как считаешь справедливо это было и стоило ли может быть оспорить этаж на самом деле никто это не оспаривал потому что ситуация очень банальная ну конечно мне кажется редко очень ну я имею ввиду почему никто не оспаривал то есть просто потому что это заложено в правилах и ну ничего с этим нельзя поделать можно было бы конечно потянуть время поспорить судьей но это было бы мне кажется даже невыгодно ну вот скоро играть нам в Будапеште поедешь сюда с командой ты и вот какие ты вообще сборные считаешь самыми вот сложными для нашей команды да планирую ехать насчет сборных честно говоря думал над этим думал повезло ли нам с группой или не повезло наоборот то есть мне многие спрашивают одни говорят высказывают мнение что вот нам очень не повезло то что Австралия другие говорят вот вообще повезло я всегда задаю вопрос почему у людей странный ответ на самом деле ну мое мнение что особенно в женском теннисе зависит очень форма игрока то есть не столько влияет рейтинг как конкретная сегодняшняя форма человека настроение как он насколько он готов к борьбе насколько ему везет и так далее то есть это очень важно и предварительно я конечно могу сказать но реальное мое мнение что все команды сильные есть какие-то фавориты Австралия естественно Америка США он навсегда фаворит конечно конечно с психологической точки зрения они уже даже просто настолько много выигрывали что для них это не то что привычно но они привыкли к этому ощущению борьбы то есть и выигрыша в этой борьбе то есть это тяжело перебороть но опять же мне кажется там настолько все равно будет решаться в последний момент что тяжело предсказать грунт он уравняет шансы вот именно вот мощных игроков как там даже Сирена Вильямис и другие я считаю что да зависит конечно от грунта но вот то что было у нас в Голландии розыгрыши были намного длиннее то есть там уже не получалось завершить 2-3 удара как на быстром харде конечно конечно а на кубок Дэвиса вот поедешь с отборной? нет я работаю только в женском направлении да вот говоря с игроками я выяснил такой факт что игрокам нельзя делать ставки на теннис относительно тот диспорт в котором они играют касается этот запрет тренировки вообще всеми кто работает с играми непосредственно я считаю что это даже моральный запрет ну то есть это неправильно когда ты имеешь какую-то инсайдерскую информацию пользоваться этим и делать ставки на спор то есть это лично мое мнение то есть я против официального запрета как бы такого нет честно говоря я даже не узнавал то что мне было неинтересно я не отвечу могу ошибиться поэтому но я считаю это неправильно сто процентов хорошо смотри вот но понятное дело что в любом спорте существуют договорные матчи это как бы не избежать в наше время но вот естественно такой факт как матчи когда вот играют в теннисе часто бывает играют родственные ну сестры когда играют близкие подруги может ли в таком случае существует такая вероятность что один из игроков как бы по дружбе немного уступит потому что допустим ну ей подруги там допустим больше надо там тысяч точков рейтингов и так далее или же все на курсе всегда очень так абстралируйте хороший вопрос но как правило хорошие игроки это индивидуальность и они очень эгоистичны вот особенно мне кажется это у девочек больше проявляется они не позволят кому-то доказать что я там слабее потому что там возможно будут говорить какие проиграла да то есть важнее результат мне кажется это могут сделать те люди которые уже поставили крест на каком-то результате определенном то есть которым не так уже интересно подниматься вверх либо держаться на той планке то есть уже изменились цели свои собственные и тогда это возможно ну естественно я не отрицаю но мне кажется человек который стремится куда-то туда это вряд ли возможно а вот смотри присутствует и такой фактор на матчах когда вот я часто вот наблюдаю вот как послежу сколько много лет что индивидуальность впечатления что у нас это бывает турнира вот буквально тянут местных игроков вот такое индивидуальность впечатления это действительно так может быть или это чисто такое визуально могут быть обман так мне кажется что это визуальный обман объясню почему когда составляется сетка присутствует не только судья соревнований или там директор турнира еще присутствует непосредственно какие-то люди не связаны с этим то есть как игроки и тренера могут пригласить присутствовать на этой церемонии поэтому это в принципе трудно осуществимо так скажем и у меня есть много примеров когда на наших домашних соревнованиях либо где-то на выезде например русланом горе во франции две француженки играют между собой в первом круге и у нас такое случалось вот так что мне кажется что это больше везение что так получается то есть присутствует обе стороны медаль бывают эти случаи когда вот ты вот просто ну вот морально там будет скажем физически устаешь от тенниса и тебе еще не хочется там какое-то время при него там ничего не видеть и слышать и вот в таких ситуациях чем ты себя ну отвлекаешь скажем так хороший вопрос на самом деле сильно учитывая то что у в теннисе самая маленькая межсезонья то прошедший выход в год играетесь может да 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 то есть немножко специфически даже пауза для отдыха для отпуска поэтому я понимаю в принципе смысл вопроса он такой интересный на самом деле конечно врать не буду бывают такие моменты бывают такие моменты и хочется немножко даже не то что там упустить руки куда-то уйти кого-то послать хочется немножко взять паузу просто паузу чтобы как бы себе разобраться вот но я хочу заметить что спустя время всегда приходит обратно это желание то есть ты начинаешь скучать то есть наверное это в любом деле происходит но чтобы переключиться но есть там хобби какие-то то есть чем-то другие начинают заниматься кардинально другим ну и как-то спустя даже тоже недельку обратно возвращаешься хорошо непосредственно вот когда уже известно там соперницы вот опять на том же кубке федерации вот и в частности допустим просматриваешь игры соперниц чтобы более часто изучить и можете давать подсказки тактические но на кубке федерации нахожусь в качестве спарринг-партнера поэтому каждого игрока есть свой личный тренер и они этим занимаются нас зачастую бывает такое что мы же все между собой общаемся и мы садимся смотрим как тренировки другой команды ищем вместе какие-то слабые стороны то есть вместе обсуждаем но я как конкретно инициативу я могу что-то высказать свое мнение но там я конкретно инициативы но не выдвигаю просто потому что это неправильно у человека есть свой личный тренер что касается там моих спортсменов то конечно же если есть возможность любая информация это обязательно нужно делать тактический рисунок должен присутствовать можешь рассказать да подрастающим поколение вот о юниорах наших тоже пока может быть можно мало кто знает если перспективные такие как у сейчас у нас и возможно вот которые скоро будут играть там на тему том же юниорском триланга роз который скоро начнется да да конечно у нас отличное подрастающее поколение на самом деле у нас четыре девочки в сотке айтифа яна колодынская кристина дмитрук эвелина ласкевич алёна фалей то есть они все находятся на хорошем хорумеет хороший рейтинг у них классные перспективные перспективные девочки то есть погляния под дорастающие очень интересны то есть я прям уже жду когда они начнут играть профессиональные турниры очень интересные классные девчонки вот они все будут играть на лонгаросе конечно обязательно ну и дальше он был дон на юс опен соответственно попадает я не очень помню насчет вот колодынская яна и кристин дмитрук сто процентов попадает насчет остальных не очень помню нужно проверить но там очень близко все вот так что очень плотненько очень классно да и они уже а вот повлиял ли успех наших девушек особенно начиная вот 2017 года на то что вот больше проснулся в нашей стране интерес к этому виду спорта сто процентов сто процентов на это очень круто на самом деле это вообще в новинку для белорусского тенниса было когда собирается чужовка арена она скандирует беларусь это невероятные эмоции на самом деле я помню по себе насколько я это испытал ты просто смотришь все кричат все всем это интересно ты чувствуешь интерес вот к этим пяти девочкам да или вот конкретно к одной к двум которые находятся на корте и мне все равно всем это вокруг не все равно и точку круто конечно же детям начинает нравиться, родители начинают влюбляться в этот вид спорта, больше детей идут в теннис, 100% популяризация была, и очень классно, что это продолжается. Ну, обидно только, что единственное, мне обидно, что вероятность проведения домашних матчей немного ниже, вот из-за того, что в Будапеште, ну и так далее, может быть, в другом городе будет финал большой. В плане шоу это очень круто, но вот в плане домашних матчей, конечно, здесь мы потеряли. — Тогда вот опять вопрос, кстати, на смене формата. Ты это в целом расцениваешь положительно или все-таки больше это действительно? — В принципе, этого еще никогда не было, даже как это повлияет, на самом деле, не знаю, но мне кажется, как к самому виду спорта интерес проснется побольше, потому что это делается как формат шоу, то есть арены, разные корты, одновременно проводится очень много матчей, все лучшие теннисистки мира в одном месте. Опять же, это не просто индивидуальные соревнования, это вот уже конкретно командные соревнования. Это круто, то есть мне кажется, что это должно быть очень интересно, именно даже со стороны шоу больше. — Ну, смотри, сейчас очень много, в принципе, происходит такие переменные правила, не только, кстати, на Кубке Федерации, а вообще в теннисе, то есть тот же вот турнир «Некс.Ден» вносит многие новшества, которые, возможно, ведутся на других турнирах. Вот все эти перемены, которые уже там устаханились, там много десятков лет, они вообще желательны, или все-таки, когда игрок привыкает к чему-то, и даже какая-то мелкая перемена, там уже тоже хотят убрать там касание сетки, это все очень сильно может повлиять на игру. — Ну, мое отношение к этому на самом деле больше негативное. То есть мне очень нравится теннис, какой он есть уже долгое время. И на самом деле, вот ты правильно сказал, игроки привыкают, они подстраиваются. То есть первое время юниорки, вот когда ввели у юниоров тросик, что он играется, то есть это не переигровка, играется розыгрыш. Но людям тоже, вот детям, которых хотя не быстрее соображают, чем более взрослые, там, но, честно говоря, очень долго там просто тормозили и забывали, что нужно бежать за этим мячом. Вот, и мне кажется, что ну, зря это все происходит, конечно, со стороны традиции, в первую очередь. Но понятно, что это делается больше для зрелищности какой-то. Вот, но я уже, конечно, с какой-то внутренней стороны тенниса смотрю на это. — Край, если немножко мужского тенниса, вот хотелось сейчас простить. Твое мнение, коучинг в мужском теннисе, он нужен или не нужен? — На самом деле, никогда не задумывался. Но мне кажется, это относится больше к равенству тенниса мужского и женского. То есть, если женщины стремятся к равенству, ну, к одинаковым призовым, то есть, в моем понимании, тогда они должны либо без коучинга играть, либо мужчины должны играть с коучингом. То есть, должно присутствовать странство во всем. И второй момент, наверное, нужно сделать опрос как минимум у мужчин. То есть, это им играть. То есть, тот же Роджер, Рафа, Джокович, то есть, они, ну, в первую очередь, должны высказаться, потому что у них самый громкий голос из всех остальных и так далее, и так далее. То есть, хотя бы топ-100 опросить. Это очень важно. Но если все скажут, нет, зачем его водить. — Вот, ну, серийный Вильямс, конечно, еще играет в теннис, но уже позиции своих, как-то так, сдала. И, соответственно, увеличилась очень сильная конкуренция в женском теннисе. То есть, если раньше, когда Селина была в топе, фактически, если она играет на крупном турнире, то шансов у других девочек не было. Кстати, на мужском теннисе, в принципе, такая ситуация сейчас. То есть, здесь большая тройка. И вот, как ты считаешь, в ближайшее, скажем, время есть вероятность, что появится и в мужском теннисе, и в женском. Какие-то игроки, которые также вот именно смеют это вот поколение, и также будут какие-то вот, ну, два-три лидера, которые будут вот всегда, как вот лидеры, пока таких вот нету игроков. — Я считаю, что они обязательно будут. Без этого никак. В любой эпохе теннисной были такие люди, игроки. То есть, сто процентов будут. Кого-то выделить на данный момент я, наверное, ну, наверное, не смогу. Просто потому, что те ребята, которые вот у ребят в мужском теннисе молодые, если бы они уже могли, они бы уже сменили. А здесь запасы большой тройки реально очень приличные. Многие эксперты высказываются, что пока они не уйдут, никто не сможет занять их место. То есть, ну, на деле пока что так и есть. Хотя, конечно же, хочется, хочется молодого поколения, чтобы они больше там поджимали. Но пока что, к сожалению, наверное, так. А может, и к счастью, очень многим же нравится, как играет Роджер, Джокович или Рафа. То есть, в основном, теннис на мир-то и делится на там три, четыре, пять частей максимум в основном из болельщиков. Вот, на твой взгляд, с тем сложнее работать с девочками или с мальчиками? Хороший вопрос. Многие, наверное, практически все, наверное, скажут, что с девочками и, возможно, будут правы, но я, как уже какой-то, хоть и небольшой, конечно, опыт имею в работе в женском теннисе, но там очень большой роль играет психология. Специфика очень приличная в этом. То есть, если девочек легче тренировать в плане сугубо теннисного теннисного направления, то в плане психологии ребята намного более понятны и прогнозируемы, нежели девочки. Девочек в физиологические моменты присутствуют, также ты можешь завтра, она может выйти, провести крайне плохую тренировку, и ты не будешь понимать, почему, но послезавтра все будет хорошо. То есть, вряд ли я не замечал такого ребят. Но в плане теннисной темы конечно у ребят посложнее. Ну вот ты как играешь в качестве спарринг-партнера, часто это бывают случаи, когда ты видишь, что девушка не хочет реально, у нее нет настроения, скажем, и как-то ты влияешь на это, или же ты просто делаешь свое дело, как бы там уже как получается? Да, вообще, честно говоря, такое сплошь и рядом в основном. девочек нету настроения во время тренировки, чем она есть. Я уже даже наработал отличную реакцию. Спасибо, Арина, тебе большое. От мячка вклоняюсь неплохо. Я стараюсь все-таки занимать какую-то нейтральную позицию в этом плане. То есть, я думаю, что в любом случае девочек хватает своих личных проблем. Не то, что даже имеют личных проблем, но в данный момент что-то не получается в этом плане. Не обсуждать это с тренером, но зачем третьему человеку туда влазить. То есть, я не имею такого, мне кажется, функции. Это не нужно. Естественно, еще, допустим, поедешь ли ты на Олимпиаду с нашей командой в теннице? Абсолютно, кстати, об этом даже не разговаривали. Не знаю. Но было бы круто, конечно. Олимпиада это классное событие. Какую ты пару считаешь наиболее предпочтительной? У нас если будет выбор реально, если Алина будет десятки, то получится у нас может любую партнершу. И в таком случае какую ты партнершу видишь Алиной наиболее перспективной? Ну, я думаю, что вот учитывая данный момент, еще полгода, то есть многое что может измениться, но на данный момент, мне кажется, было бы логично выбрать Сашу Соснович, просто потому, что они уже сыграны, они играют важные матчи на Кубке Федерации, решающие, то есть это очень важный опыт, когда вы вместе проходите какие-то важные матчи, и у вас еще получается выигрывать. Это очень полезно, важно, и было бы странным пока что выбрать кого-то другого. Вика Заринка пока что решает свои личные проблемы, будет очень здорово, если она максимально быстро их решит, вернется в форму, и тогда появятся еще какие-то варианты, но на данный момент я вижу так. Ну еще ты скажи, вот ты сейчас индивидуально работаешь, или же как будет комплексно сейчас? Больше комплексно, то есть основное направление я работаю с Юлей Готовко и Аней Кубаревой, вот, они обе стоят сейчас 460 WTA, там плюс-минус две позиции, и еще я помогаю девочкам, вот, Кристина Дмитрук, юниоркам нашим Кристина Дмитрук, Лена Фалей, так вот. Ну, спасибо тебе большое за такое интервью интересное, хочу обрежать тебе удачи в твоих деятельностях, спасибо, удачи сборной, конечно, нашей в Будапеште, ну, и, в принципе, ждем обязательно, я думаю, что это дело времени только. Да, ну, и, ребята, вам всем даже удачи, и до встречи. Субтитрык, 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 Субтитрык,